МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24", продолжает свою работу. Прямо сейчас о главном на вечер этой пятницы. Новые методики и виды операций. Руководство Центральной городской больницы рассказало о планах модернизации. Налоговые льготы и всевозможные преференции. Предпринимателей Ноябрьска приглашают стать резидентами арктической зоны. И здравствуй, долгожданное лето. В выходные в Ноябрьске ждут резкое потепление. На крайнем месторождении произошла разгерметизация трубопровода. Утечку сегодня обнаружили специалисты Ноябрьскнефтегаза. Наружу прорвалась пластовая жидкость. На 85% это простая вода. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сейчас участок локализован, ведутся работы по очистке. Угрозы водным ресурсам и лесному фонду нет. Предприятие проводит расследование причин произошедшего. Сокращение коечного фонда Ноябрьской больницы и количество медицинских услуг не планируется. Напротив, в ЦГБ будут внедрять новые методики и виды операций. Об этом рассказал главный врач Максим Зинин, депутатом городской думы Ноябрьска. По итогам 2020 года больница на 98% укомплектована врачами и на 100% младшим медперсоналом. В планах на этот год – закупка нового модульного здания поликлиники для микрорайона Вангапуровский, а также начало реконструкции двух корпусов на территории больничного городка – терапевтического и патологоанатомического. Продолжается также подготовительная работа к строительству здания новой взрослой поликлиники на 1400 посещений. Напомним, ее планируют построить к концу 2024 года. Это перспектива новой взрослой поликлиники, которую, наверное, не только медики, но и жители города ждут с нетерпением, чтобы войти уже в какие-то качественные условия и пребывания, и нахождения, и комфорта. Сейчас ставка на первичное звено сделана, и, соответственно, мы должны максимально людям создать комфортные условия. В нашей поликлинике, увы, это очень тяжело сделать, потому что она не соответствует объему выросшему населения города. В эту субботу, 22 мая, в Ноябрьске пройдет единый день диспансеризации. Можно будет пройти мамографию, флюорографию, сделать ЭКГ, будет работать лаборатория и врач-акушер. Диспансеризацию необходимо проходить раз в три года. Тем, кто старше 40, рекомендуют делать это каждый год. Больше того, для прохождения осмотра работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый выходной. С помощью диспансеризации можно предотвратить развитие различных заболеваний и наглядно увидеть динамику изменения здоровья. В городской больнице продолжает действовать масочный режим, а потому пациенты должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. К сбору денег на лекарства для шестилетней Рианы Зинатовой из Ноябрьска подключился Русфонд. На сайте благотворительной организации вышел материал о маленькой жительнице города. Риана четыре года борется с острым лимфомбластным лейкозом. Химиотерапия вывела девочку в ремиссию, но в апреле случился рецидив. Сейчас малышка вместе с мамой находится в клинике в Петербурге. Напротив, опухолевый препарат российского производства началась сильная аллергия. Медики настаивают на его замене. Зарубежный аналог Хамсил не зарегистрирован в России. Государство его не закупает, но он разрешен к применению. На шесть флаконов лекарства потребуется 865 тысяч рублей. Сначала к сбору средств подключились ноябрьцы. Теперь же о Риане узнают жители всей России. Как помочь, написано на сайте Русфонда. В России упростили получение налогового вычета. Начиная с пятницы 21 мая, россиянам не придется заполнять декларации и собирать множество бумаг. Теперь, чтобы получить, например, вычеты за покупку жилья или погашение процентов по ипотеке, достаточно заполнить заявление на сайте налоговой службы. Дальше ведомство сделает все самостоятельно. Соберет необходимую информацию через банки. Кроме того, сокращаются сроки проверки документов и возврата средств более чем в два раза. Проверка будет длиться максимум месяц вместо трех. А денежные средства вернут за 15 дней вместо 30. Ямальские парламентарии окончательно приняли отчет по исполнению бюджета региона за прошлый год. Напомню, из-за ситуации в мировой экономике и пандемии коронавируса казна внезапно недосчиталась денег. В ней образовался дефицит. Доходы составили почти 202 миллиарда. Расходы превысили 239. Таким образом, дефицит составил 37,6 миллиардов рублей. Однако у региона была финансовая подушка безопасности. Поэтому все социальные обязательства исполнены в полном объеме. Доля расходов бюджета на социалку превысила 80%. Предприниматели Ноябрьска приглашают стать резидентами арктической зоны и получать льготы на ведение новых проектов. О том, как это сделать, бизнесменам рассказали на заседании Городского инвестиционного совета. Согласно федеральному закону, вся территория Ямала была признана арктической зоной. А значит, рассчитывать на резидентство могут все ямальские предприниматели. Для тех, кто сможет получить этот статус, предусмотрены льготы. Ограничение проверок, скидки по налогам и предоставление земли без торгов. На сегодня статус резидентов получили 8 проектов. И авторы трех из них – ноябрьские предприниматели. Проекты касаются строительства логистического хаба, реконструкции одной из гостиниц, а также производства из морепродуктов. Президентами могут стать предприниматели, которые зарегистрированы на территории НАУ, которые реализуют проекты от 1 миллиона рублей, которые являются новыми инвестиционными проектами. Новыми инвестиционными проектами считается в соответствии с законодательством проект, в который не вложено более 25% основных следствий. Начались занятия в школе подготовки для приемных родителей. Полтора месяца будущим мамам и папам будут рассказывать о тонкостях усыновления и опеки. В этом году участниками стали 10 семей. Тем, кто решил взять ребенка в семью, за исключением близких родственников, пройти курс подготовки необходимо. Это позволит будущим родителям понять, насколько предстоящий шаг ответственен и непрост. Занятия разбиты по нескольким блокам – юридический, психологический и медицинский. В каждом из них необходимы знания по предстоящей процедуре усыновления или попечительства. Важным является все-таки, чтобы по прохождению этой школы каждый из вот этих кандидатов понял, его ли это путь, да, смогу ли я воспитать должным образом ребенка, есть ли у меня на то потенциал и опять же, какие у меня есть риски. Окружная прокуратура отметила 90-летие со дня основания ведомства. Сегодня в состав прокуратуры входят 16 подразделений. За соблюдением законных прав ямальцев следят 215 сотрудников. Ежегодно они рассматривают более 7 тысяч дел в сферах защиты детей, противодействия коррупции, соблюдения трудовых прав граждан и многих других. Лучших работников и ветеранов ведомства по случаю юбилея наградили медалями и благодарностями. Свой юбилей скоро отметит и Салихардская епархия. Ей исполняется 10 лет. Она была образована 30 мая 2011 года по указу Священного Синода и является одной из самых северных епархий Русской Православной Церкви. Праздничные мероприятия пройдут и в Ноябрьске, и в Салихарде. Уже сегодня в наш город приехали священнослужители со всех приходов Ямала. В храме Архангела Михаила 22 мая пройдет вечернее праздничное богослужение, 23 числа – утренняя литургия. В субботу в 2 часа дня в ЦДНВ детям покажут спектакль, а в воскресенье горожан приглашают на концерт. Вход везде свободный. Праздничный концерт в Нефтянике в 17.0.23 тоже приглашают всех желающих. Будет очень такой хороший концерт. Будет у нас участвовать губернаторский оркестр, ЕМА, руководитель, дирижер Козлов Дмитрий Михайлович. Ну и театр тоже участвует, ноябрьский театр тоже. Они как бы совместно ставят поэму. То есть кто-то играет, кто-то играет на музыкальный инструмент. То есть очень интересно будет. День защиты детей в Ноябрьске обещает быть насыщенным. Управление по делам семьи и молодежи поделилось программой мероприятия. Основные события пройдут в Ноябрьск парке. 30 мая с 12 часов дня можно будет посетить мастер-классы, поиграть в настольные и интерактивные игры, обменяться книгами. Будет организовано катание на семейных автомобилях, установят батуты. Жителей будут развлекать театральными и научными шоу, выставками, активными играми, соревнованиями, и квестами. Также праздник пройдет на стадионе Ноябрьска и в микрорайоне Вангапуровский. Подробная программа в социальных сетях УДСМ. Жительница Ноябрьска спасает бельчонка. 30-дневного грызуна Лидии Карповой привезли из Муравленка. Беспомощное животное нашли под деревом. Это не первый необычный питомец в доме жительницы Ноябрьска. Она уже выходила и отпустила обратно в лес четыре белки. Еще одна взрослая по кличке Тата живет у Лидии уже несколько лет. Ее тоже нашли маленьким бельчонком размером с пальчиковую батарейку, и без помощи человека она бы погибла. Доброму делу нужна помощь. Вкусное. Семечки, орешки и сухое молоко. То, что едят рыжие грызуны. Это вот взрослая Тата. Она приняла бы в дар орешки, кедряшки. Прямо в шишках, можно очищенные, как бы зернышками. Фундук она ест. Грибы сушеные. Любые. Ну, наши северные. Маленькая белочка, она молочная. Она кушает смесь. Это заменитель кошачьего молока. Смесь. Есть роял Канин, Биофар. Что-то из этого она ест. Если вдруг у кого-то есть, кто может поделиться, мы с радостью примем, конечно. Чтобы передать Лидии гостинцы для бельчат, можно написать ей ВКонтакте. Страница сейчас на экране. На Ноябрьск надвигается настоящая летняя жара. Синоптики прогнозируют резкое повышение температуры воздуха. В субботу, 22 мая, столбики термометров максимально приблизятся к отметке плюс 30 градусов. Как рассказали метеорологи, над городом прошел теплый фронт с запада. Именно он принесет резкое потепление. Однако лето в Ноябрьск заглянет совсем ненадолго. Уже в ночь на 23 мая в городе похолодает, но температура воздуха будет комфортной. До середины следующей недели синоптики обещают днем до 20 тепла. Со среды столбики термометров вновь начнут опускаться. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных аккаунтах телеканала в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok